провязали наш ряд присоединились вот к первому столбику нашей ракушки и проходим соединительной петлей следующий столбик чтобы попасть в серединку и делаем также ракушку из трех столбиков с одним накидом рельефно лицевых накид подхватываем средний столбик от нашей ракушки предыдущего ряда и провязываем 3 столбика 1 2 3 дальше вот ракушечка на ряд ниже также за средний столбик провязываем еще одну окошку за средний столбик с одним накидом 2 накида столбик с двумя накидами 1 накид и столбик с одним накидом все точно так же как мы вязали в предыдущих рядах дальше пропускаем ракушку предыдущего ряда и вот следующая ракушка на ряд ниже за средний столбик от ракушки провязываем также рельефно лицевой столбик с одним накидом 2 накида рельефно лицевой столбик с двумя накидами 1 накид и рельефно лицевой столбик с одним накидом сюда же вот таким образом провязали дальше снова делаем накид за вот наш столбик из трех за этот провязываем рельефно лицевой с одним накидом 2 накида рельефно лицевой с двумя накидами накид и еще один столбик с одним накидом вокруг вязали парочку парочку из 1 воздушной петли вяжем по 3 столбика с накидом между ними 1 воздушная петля воздушная петля и еще три столбика с накидом сюда же и повторяем то же самое я думаю здесь понятно принцип этого ряда вяжем до конца то есть получается сейчас мы вяжем на ряд ниже вот сюда ракушку пропускаем вяжем сюда ракушку здесь серединке ракушка из трех столбиков с одним накидом и так далее довязываем до конца присоединяемся вот сюда вот к первому столбику и я буду снова менять нить если вы не будете менять нить присоединяйтесь сюда и проходите одно еще соединительной петлей вот следующий столбик таким образом вяжем я присоединилась к первому столбику и вот спрятала уже там кончик откуда не только обрезать его и я меняю цвет нити снова на бежевый так же как мы меняли нить предыдущих рядах все делаю соединительную петельку таким образом соединяюсь и снова провязываем середину нашу ракушку из трех рельефно лицевых столбиков с накидом за средний столбик от нашей ракушки предыдущего ряда накид подхватываю столбик и провязываю один сюда же провязываем второй тоже провязываем третий провязали пропускаем ракушку вот эту с предыдущего ряда и вот на ряд ниже вяжем нашу ракушку также из трех рельефно лицевых столбиков только 1 у нас с одним накидом 2 у нас с двумя накидами и 3 снова с одним накидом в этом ряду будет все то же самое вот только будет отличие вот здесь у нас на верхушке в углу здесь снова накид пропускаем ракушку и за средний столбик ракушки на ряд ниже вот раз два три за средний провязываем столбик с одним накидом столбик с двумя накидами еще один столбик с одним накидом также пропускаем ракушку и вот сюда серединку средний столбик с трех провязываем ракушку из трех столбиков и накид с двумя накидами и еще один с одним накидом и в этом ряду мы потихоньку начнем выравнивать у нас получается такая звезда нам нужно выйти будет на ровненький квадрат поэтому в этом ряду вот в эту арочку мы всегда вязали три столбика с накидом 1 воздушная петля 3 столбика с накидом теперь мы вяжем три столбика без накида 1 2 3 делаем 2 воздушные петли нам нужно будет выходить прямо на квадратик делать снова три столбика без накида вот в этом отличается этот ряд остальное также как и в предыдущих рядах вяжется вот таким образом все это у нас уже вырисовывается уголок и мы будем поднимать в этом ряду и следующем мы будем выравнивать вот эту часть чтобы она у нас стала ровненькой и снова делаем накид в группу из трех средний столбик провязываем столбик рельефно лицевой с одним накидом сюда же столбик с двумя накидами и сюда же столбик с одним накидом провязали и дальше уже не буду показывать все будет точно так же только не забудьте что в углу мы теперь делаем не столбики с накидом а просто столбики без накида и у нас здесь была одна воздушная петля но здесь будет арочка из двух воздушных петель а так все то же самое здесь пропускаем здесь рельефный столбик здесь ракушка из рельефных столбиков здесь получается ракушка из рельефных столбиков серединке ракушка из рельефных столбиков ну и так далее вяжем до конца и я покажу как вяжем следующий ряд следующем ряду будет немножко отличаться наше вязание от предыдущих рядов